Всех приветствую, с вами Алексей и сегодня 17 апреля и решил записать видео с актуальным анализом по биткоину, а также несколькими криптовалютными активами, на которых я буду непосредственно торговать. Давайте приступим. Итак, с момента записи моего предыдущего видео на рынке многое изменилось. То есть, ранее по биткоину по отношению к доллару мы на днях находились в нисходящем тренде, однако сейчас я считаю, что ситуация кардинально меняется. Мы переходим с нисходящего тренда на восходящий. Об этом мне говорят следующие факты. Как мы видим, ранее у нас на графике была серия понижающихся локальных максимумов и минимумов. Локальными максимумами и минимумами я рассматриваю как фрактальные уровни. Мы видим, был здесь фрактальный уровень первый, за ним был второй, третий и четвертый фрактальный уровень. Все они, каждый из них был ниже предыдущего. Мы сейчас пометим их на графике. Мы видим, что у нас серия из понижающихся локальных максимумов. Также у нас была серия из понижающихся локальных минимумов. Это нам говорит о том, что мы были в контексте нисходящего тренда. Также у нас цена находилась ниже средних скользящих индикатора Alligator. АО у нас было ниже линии нуля. У нас был полноценный нисходящий тренд. Сейчас у нас ситуация изменилась. Мы переходим в восходящий тренд, поскольку у нас уже локальный максимум в виде фрактала этого и этого. Они были пробиты ценой. Ценой было пробитие этого фрактального уровня и закрытие выше их уровней этой свечой от 12 апреля. То есть у нас тенденция сменилась. Мы видим, что цена у нас после переходит выше линии Alligator. АО у нас уже выше линии нуля. У нас произошло пересечение снизу вверх. Все в зеленой зоне. У нас линии средних скользящих Alligator разворачиваются вверх. И можно сказать, что у нас уже вот-вот начинается восходящий тренд. Как мы видим, у нас есть несколько торговых сигналов уже на вход, на покупку. Один из них формируется, один из них уже сформирован. Первый сигнал на покупку у нас является пересечение линии нуля. То бишь кросс по АО на данном дневном баре. То есть можно устанавливать отложенный ордер на покупку над хай-значением данного дневного бара от 16 апреля. И со стопом на обратном фрактале на днях. То бишь здесь. С высокой вероятностью я такую сделку установлю. Если уровень сегодня, данный уровень будет не пробит, данный бар будет ниже, чем два предыдущих, у нас сформируется второй полноценный торговый сигнал в виде фрактала. То есть у нас тут будет локальный максимум. И можно будет устанавливать отложенный ордер на покупку, на пробитие уже максимального значения от 15 апреля. С целью движения вверх в контексте восходящего тренда. Поэтому у нас тут такая ситуация. Мы видим, что тренд меняется и будем ожидать дальнейшего роста цены в случае пробития одного из сигнальных уровней. Поэтому будем наблюдать. Это у нас ситуация по биткоину. Следующий актив, по которому я буду торговать это XRP BTC, то бишь Ripple Биткоин. Давайте посмотрим на него. Это тоже дневной график. Как мы видим, у нас уже есть волновая разметка. Давайте ее немного поправим. Вот так вот. У нас была первая, вторая волна, третья волна, четвертая волна. И мы видим, что в четвертой волне у нас была дивергенция по индикатору АО. У нас это значение цены, этот нисходящий экстримум выше, чем этот. И этот минимум по АО ниже, чем этот. Таким образом у нас сформировалась дивергенция по АО. Мы вышли с нисходящего тренда в восходящий. У нас уже линии полноценной аллигатора развернулись. АО у нас выше линии нуля. АЦ тоже. Все сигнализирует о том, что мы в восходящем тренде. И стоит рассматривать сигналы на покупку в контексте предполагаемой пятой волны вверх восходящего периода. У нас есть фрактальный уровень на бай. Поэтому я буду устанавливать отложенный ордер на покупку на данном фрактале. На его уровне. Плюс среднеизвешенный спред на моей бирже. Чтобы не было ложного пробития цены. И установлю стоп-лосс уровень на обратном фрактальном уровне. Если цена пробьет данный уровень дневной, я буду покупать данный актив. Потому что здесь достаточно все понятно и выглядит все очень перспективно. Поэтому буду следить за данным активом. Следующий актив это XMR BTC. Monero Bitcoin. Здесь ситуация обратная. Я вижу, что мы находимся в нисходящем тренде. Я планирую продавать этот актив. Почему? Потому что если мы будем применять волновую разметку. Предположим, что у нас была здесь первая волна, вторая волна, третья волна. С максимальным пиком по индикатору ООО. Четвертая волна и пятая волна. Вот так вот выглядит пятиволновка в моих глазах. У нас есть максимальное значение по ОООО, то бишь это третья волна. Пересечение линии нуля по ООО сверху вниз это четвертая волна и пятая волна вверх. После пятиволнового движения волн Эллиотта мы знаем, что у нас происходит коррекционный зигзаг из волн АВС. И как мы видим сейчас, высокой вероятностью у нас была волна А вниз. Волна С вверх короткая и волна С мы ожидаем ее дальше вниз. То есть если наша волновая разметка верна, цена с высокой вероятностью пойдет дальше вниз в контексте волны С вниз. Принимая во внимание, что мы находимся в нисходящем тренде по техническим индикаторам, мы видим, что ООО у нас ниже линии нуля. Цена ниже аллигатора. Нисходящий тренд. И также я планирую принимать решение на продажу на том же фрактальном уровне. Вот здесь на пробитии данного фрактала. С относительно коротким стоп-лоссом на данном уровне фрактальном обратном теперь от 6 апреля. И где я буду устанавливать свои точки фиксирования прибыли, если цена пойдет вниз. Для этого я возьму такой полезный инструмент, как расширение Fibonacci. Сейчас мы его найдем. Вот Trend Based Fibonacci Extension. Мы найдем нашу точку отсчета импульсной волны вниз. Она была здесь. 1, 2. И мы видим несколько уровней для фиксирования прибыли. 0,5, 0,6, 1, 0,7, 8. Давайте первоначально поставим его на 0,6, 1, чтобы у нас соблюдался коэффициент риска к прибыли больше, чем 1 к 1. Таким образом мы в случае пробития данного уровня фрактального будем с высокой вероятностью идти вниз по Монеро Биткоин. На этом, собственно, все. Это три торговых решения, которые я нашел сегодня утром. Эти уровни еще не пробиты. Если они будут пробиты, то я войду в рынок. Надеюсь, что вы согласны с моим анализом. Пишите в комментариях свое мнение по данным активам. Также напишите активы, которые вас интересуют, для того, чтобы я их проанализировал. И буду рад с вами пообщаться в комментариях. Задавайте вопросы. Будем коммуницировать. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое за внимание. И хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok